Считанные часы остаются до начала мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Вторую Олимпиаду подряд зрители по всему миру не смогут наблюдать за лучшими хоккеистами планеты, поскольку НХЛ запретила игрокам принимать участие в соревнованиях из-за текущей эпидемиологической ситуации. Пока лучшие мужские сборные только готовятся стартовать, девушки уже доигрывают групповой этап и настраиваются на плей-офф. Что ж, сегодня мы расскажем вам о наших ожиданиях от олимпийского турнира по хоккею с шайбой. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Структура соревнований проста. Девушки поделены на две группы по пять команд. Группа А, в которой играют все сильнейшие сборные по рейтингу и ЭХФ, в том числе сборная России, в полном составе продолжит борьбу в плей-офф по окончании группового раунда. А вот из группы Б дальше пойдут только три сборные. Дисбаланс в женском хоккее пока еще довольно сильный, поэтому на золото претендентки все те же – сборные США и Канады. На бронзу претендуют девушки из Финляндии, но мы надеемся, что и сборная России не останется в стороне и приложит максимум усилий для завоевания медалей. У мужчин схема турнира такая же, как и была в Пхенчхане четырьмя годами ранее. 12 сборных распределены на три группы, все команды будут участвовать в плей-офф. Однако три победителя групп и лучшая по дополнительным показателям сборная из числа занявших вторые места попадают в четвертьфинал напрямую. В общем, ничего сложного. Теперь немного о самих сборных. Явными аутсайдерами турнира на бумаге видятся хозяева-китайцы, а также дебютанты олимпийских турниров-датчане. Сюда же можно добавить латышей и сборную Словакии. Однако за последними стоит понаблюдать повнимательнее, ведь они привезли двух 17-летних парней, на которых страна будет надеяться в ближайшем будущем. Шимон Немец и Юрай Славковский могут стать лицом сборной Словакии на многие годы вперед. Чешская сборная везет настоящий пенсионский десант во главе с Давидом Крейчи. Для полноты картины не хватает Яромира Ягра. Ну да ладно. Что ждать от чехов совершенно непонятно, но можно предположить, что это будет одна из самых душных команд на турнире. Такими же непредсказуемыми выглядят шведы. Посмотрев на их состав, можно задаться вопросом, а кто все эти люди? Уверенность трек-рунер могут предавать только вратарей и очередные атакующие защитники с конвейера. Но верят стартам соревнований, верятся в медальные перспективы шведов с трудом. Немцы, безусловно, захотят повторить свой корейский подвиг, а то и запрыгнуть на ступеньку повыше. Но теперь к ним будет повышенное внимание со стороны всех соперников. С характером тут проблем точно нет, так что рассчитывать на пьедестал вполне можно. Почему бы и нет? Швейцарцы уже десятки лет возят на турниры сборных одних и тех же людей. Для Андреаса Амбюля это вообще будет пятая Олимпиада в карьере. Пока особых успехов у сборной Швейцарии на играх нет. Неоптимальные составы соперников чуть повышают шансы на медали. Но пока что-то не очень верится в старую швейцарскую гвардию. Больше всех от отсутствия НХЛовцев пострадали, разумеется, сборные США и Канады. Но зато мы с вами можем наблюдать всю первую тройку драфта 2021 года. Первый номер и по совместительству действующий чемпион мира Оуэн Пауэр и третий пик Мэйсон Мактавиш будут учиться у ветерана Эрика Стала в составе сборной Канады. А второй номер того драфта Мэтти Беннирс будет доказывать превосходство американской системы подготовки молодых талантов наряду с кучей других перспективных студентов. Прошлые турниры, нынешние составы этих сборных позволяют с уверенностью заявить, что предсказать итоговые позиции североамериканцев практически нереально. Вероятность медалей и полного провала 50 на 50. Действующие олимпийские чемпионы из России едут защищать титул. Как всегда, серьезные мужчины в дорогих костюмах накачали наших игроков советскими политическими лозунгами о государственной важности победы. Один из верховных престов страны перед рейдом набаффал команду на стамину и удачу в онлайн формате. Несмотря на все эти славные традиции, наши хоккеисты выглядят одними из фаворитов турнира. С точки зрения спорта, все для победы у россиян есть. Главное грамотно этими ресурсами воспользоваться. Еще одним очевидным фаворитом в борьбе за золото перед началом турнира видится сборная Финляндии. За них отличный баланс в составе, система игры, сильные вратари и огромный опыт, в том числе победный главного тренера Юки Яланина. В Хёнчхане с подобными настройками и даже более сильным составом финны неожиданно оступились в 4-финале. Надо полагать, что работа над ошибками была проведена. Но одним из главных факторов на грядущем турнире станет ситуация с коронавирусом. Этот невидимый, не вооруженным глазом поганец уже испортил многое, но может насолить еще больше. Китайская сторона очень строго будет следить за каждым случаем заражения. Помимо карантина для отдельных игроков, целые команды могут пострадать, если не наберут минимальное количество хоккеистов на матч. Даже выиграв, скажем, в четвертьфинале, твое место может занять проигравшая команда, если твоя сборная падет жертвой коронавируса. Есть даже сценарий, при котором будет вручено по два комплекта золотых и бронзовых медалей. В общем, опасаться короны все-таки стоит, но будем надеяться на лучшее. На этом все. Пишите в комментариях ваши ожидания от предстоящего олимпийского турнира. Если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк без флага и гимна, и подписывайтесь на наш основной и лайв-каналы, а также телеграм, инстаграм и тикток. А с вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока!